Россия в 2022 году планирует полностью отказаться от мигрантов. Как обстоит ситуация на самом деле и сможет ли Россия полностью отказаться от мигрантов в 2022 году, прокомментировал президент Федерации мигрантов России Вадим Кажинов в ходе презентации «Миграционная сфера Российской Федерации в 2021 году. Итоги, проблемы, решения. Новость о том, что Россия хочет отказаться от иностранной рабочей силы, порядком взволновала как приезжих работников, так и их нанимателей. Просмотреть решения правительства заставил дефицит рабочей силы, возникшей из-за массового отъезда рабочих из-за пандемии. Сейчас нехватки рабочих мигрантов в Москве уже не ощущается, эти показатели достигли до пандемийных значений. За счет того, что у нас огромное количество мигрантов забрала на себя реновации и очень выросшие за пандемию курьерские службы, показатель, который у нас был на конец 2019 года, сейчас примерно такой же. Но дефицит все равно сохраняется, заявил Каженов. Тем не менее вакансии курьеров и строителей по-прежнему остаются самыми востребованными, закрыть их полностью не удается. Основная причина дефицита – запуск инфраструктурных проектов, в которых требуется рабочая сила. В краткосрочной перспективе, если сейчас взять и вынуть большое количество мигрантов из какой-то сферы, то эта отрасль будет испытывать серьезнейший кризис, отметил глава Федерации мигрантов России. Наиболее востребованы среди мигрантов сферы труда со сдельной оплатой и возможностью подработок – это строительство или различные отрасли услуг, в частности, такси. У людей, которые приезжают к нам, очень высокая трудоспособность, выносливость. Мало кто из них выбирает те виды работы с графиком 8 часов в день. В основном все работают 12 часов, но и при этом хорошо зарабатывают, объяснил глава Федерации мигрантов России. По его мнению, экономика России пока не может обойтись без мигрантов, так как приезжие составляют 10% трудящихся страны, а это впечатляющий показатель. Многие сферы попросту рухнут, если убрать из них мигрантов, выразил опасение Каженов. На данный момент, все эти миллионы людей честно работают, все трудоустроены. Значит, их труд приносит свой результат, пользу обществу. И, думаю, просто так убрать их из экономики не получится, заключил глава Федерации мигрантов. Тем временем утвержденная квота на выдачу рабочих разрешения в 2022 году для иностранцев составила 124007.